я сейчас буду гладить вещи у нас тут опять снег пошел видно там где забор там видно что тут все все заваливает вот это настоящее доброе утро держи я сейчас же тебе все это что перчатки там же на батарее сушиться сейчас я давай одевай куртку снать твои перчаточки держи сыночек я тебя люблю сейчас поедут мальчики гришенька уже проснулся иди тогда умывайся сына ну почти а я уже готовлю сердечки куриные что ты говоришь да недавно это недавно ты на рыбалку ходил не побежишь маргарита потеряла перчатка а я не знаю даже гена до деда надо вам тогда забрать решили наложить это туда сушить или 2 я на батарее давай я беру антохи костюмчик туфли сейчас уже поеду на праздник обула свои уги которые я в прошлом году заказывала с алиэкспресс относила их получается всю зиму прошлое они очень хорошо сохранились поэтому в этом году они тоже будут бегать и не такие розовенькие мне нравится это супер ехать по такой дороге когда все снегу как будто в лесу есть такие криминальные новости которые можно слушать и решать только попытался попытался не получилось ребята посмотрели сыновеса праздником любви доброты и мудрости с днем матери спасибо вам за вашу любовь доброту ласку которую вы дарите своим детям а 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 Субтитры создавал DimaTorzok 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 ДимаTorzok 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 Так, вот он рецепт тульского пряника, вот все, что нужно для теста, я делаю со сливочным маслом, можно делать с маргарином, вот водяная баня, все, что мы сюда добавляем, потом, когда мы снимаем с водяной бани, только тогда, когда все вот это вот растворится, кипятить не надо, так как у нас уже здесь есть мед, мед, естественно, нагревать нежелательно. Потом добавить разрыхлитель и муку, и когда все это тесто полежит в холодильнике, потом только выпекать, но я уже пеку 180 градусов, не 200, но это вы смотрите каждый по своей духовке, вот. Так, сливочное масло, у меня вот такой вот кубанский хуторок, на самом деле может быть любое, вот это вот качественное, несмотря на то, что на 72%, мне оно очень нравится и по вкусу, и по своим качествам, и, да, она лежит, в общем, и растаялась, с него не выделяется много-много воды, жидкости, вот, и его нужно отмерить 100 грамм. 100 граммов сливочного масла я отмерила, дальше добавляем сюда 2 яйца, 2 средненьких яйца, еще в следующем у нас идет стакан сахара, ну, вот это вот примерно 200 грамм сахара, здесь 213. И сейчас уже добавляем, то есть это основа теста, сахар, масло и яйца, и сейчас сюда добавляем 2 столовые ложки мёда, желательно добавлять на настоящего мёда, иначе тогда реакция с разрыхлителем не произойдет, если мёд будет ненастоящий. Вот две вот такие вот ложечки я кладу. Вот еще раз. И далее будем добавлять уже корицу и все ставить на огонь. Так, насыпала я корицы. Но лего как? Лего никак? Да. Не можете собрать лего? Нет. И сейчас я приду, сейчас я тесто приготовлю на бряннике, хорошо? Ага. И приду помогать, хорошо? Да. Мама, ну как это лего? Не знаешь? Мама. Корицу я сыплю на глаз, но здесь примерно чуть меньше чайной ложки, потому что я не особо люблю, когда там много специй. То есть мёд и корица дают, по мне, так очень идеальное сочетание. Что, Антош? Так, и теперь мы просто перемешиваем, ждем, когда растопится сливочное масло и растопится сахар. И все это объединиться в такую вот однородную массу жидкую. То есть у нас здесь топится и сливочное масло, и сахар растворяется. Все обязательно мешать, чтобы не получилась сладкая яичница. Так что вот так вот обязательно, не отходя от кассы, все перемешивать. Так, вот смотрите, все превратилось вот в такую вот однородную массу. И теперь вот эту вот всю массу. Сюда же мы будем добавлять разрыхлитель. То есть как только это все растворилось, я сразу сняла с огня. И продолжаем. Так, смотрите, вот такая вот масса. Сюда добавляем разрыхлитель. У меня вот такой вот доктор Эткер. Мне очень нравится, как он здесь работает. Прям шипит-шипит. То есть я всыпаю весь пакетик. Вот так всыпали. И наблюдаем за этой химией. Перемешиваем, и кислота, которая есть в меде, начинает гасить все, что есть в разрыхлителе. Тут сейчас такая пена поднимется. Сейчас, Афонечка, я делаю тесто. В общем, ждем, пока вся реакция пройдет. Ну, вернее, я не всегда жду, когда вся реакция пройдет. Так, получается, аж здесь вот такая вот белая шапка из пены. Я не всегда жду, пока эта вся реакция пройдет. То есть минут пять можно подождать, пока здесь все побурлит. Пошипит, а потом уже добавляйте муку. Сразу сюда же просеивая. Три стакана муки сразу, а потом еще на подсыпание. То есть муки уходит чуть больше, чем три стакана, но три стакана как минимум. Такие же двухсотграммовые стаканы я беру. Так, посмотрите, вот такая вот тут, как будто белый крем даже получается. Это все из-за того, что мед хороший, и он хороший дает реакцию на разрыхлитель, либо на соду. То есть также точно и соду добавить будет такая же реакция. И сейчас будем сюда просеивать муку. Дальше второй шаг, смотри. И просеиваю сразу сюда три стакана. Теперь и третий стакан. Три стакана. Теперь все вымешиваю. Лопаткой замешиваем все тесто и потом выкладываем все на стол, либо я на одну стачку разделанную, тоже присыпанную мукой. Тесто будет мягкое, но не должно длипнуть к рукам. Так как оно все равно потом станет. То есть когда начнется с ним работа, то обязательно после холодильника. Из-за того, что сейчас оно будет очень мягкое и форму держать не будет. Присыпаем досточку и присыпаем зелень. Так, и сюда выкладываем все тесто. Еще немножечко муки. В общем, муки потом уже добавлять. Походу. Все отсюда хорошо выберем. У него уже аромат идет вкусный. Недолго. Так. Все, и начинаем замешивать. Муки еще надо будет. Это точно. Так что еще подсеряем немножко. Муки еще надо будет. Так. Мука. Так. Стреничка. Мука. Вот она уже начинает скрепляться. Вот она уже не липнет к рукам, не липнет к досточке. Получается вот такое вот тесто, которое еще немножечко помешаем. И сейчас будем его складывать в пакетик. И в холодильник. Мою руки. Я готовлю сразу два пакетика. Они для заморозки, то есть они достаточно плотные. И делаю тесто на две части. Вот, складываю их в пакетик. И потом вот просто так вот его делаю плоскими. И вот такое плоское тесто хранится в холодильнике. Мы уже дома. Гриша привезла с карате. Включила сразу его кимоно стираться. Вот, потому что его до завтра нужно высушить. Григорий учит таблицу на два. Вы задали, да? Выучить на понедельник. Так что мы... А, ты уже повторяешь? Ну, давай ты мне. Два на четыре. Два на четыре восемь. Два на девять. Два на десять. Два на десять. А тут такого нету. Ну, два умножить на десять. Двадцать. Ну, так и говори. Девять-то. Два на семь. Два на семь четырнадцать. Два на три. Два на три шесть. Да? У меня тут целый огромный пакет. Как мешок цветной капусты. Сейчас буду с ней разбираться. Вот здесь вот уже начала. Я ее пока не мою. Потому что мне этого некогда делать. Хорошо ее промывать. Буду когда размораживать, потом ее промывать. И в любом случае ее еще бланшировать. Поэтому здесь вот буду обрезать кое-где. Потому что грязь уже все. Убирают все свои урожаи. В общем, буду это сейчас все обрезать. Разрезать на соцветия. И замораживать. То, что сейчас мне некогда. Завтра утром мы уезжаем. Поэтому надо все делать быстро. Так, с цветной капустой я разобрала. Сейчас еще петрушку родителям. Папа здесь нарезал. Теперь нужно все это собрать в некие пучки. Так, вот это петрушечка. Сейчас я все это разберу на пучки. Будут большие пучки петрушки. Голос смотрим. Очень круто. Это я люблю с мамой. Мама делает это укроп. Это пучки делает. Это петрушка. Ой, петрушка пучки делает. И мы сейчас смотрим голод. Там разделят по три человека. А пока все девочки. Мать, которая у меня открыла. Очень крутое выступление. Вот это вот. Заканчиваем наш влог вот такой вот надписью у нас на двери, которую я прикрепила. Два листочка с напоминалочками на магнитике. Благо дверь металлическая. Все на них написала, что нужно взять, что нужно сделать завтра утром, чтобы ничего не забыть. Так что вот здесь на двери при выходе, чтобы ничего не забыть, будет такая напоминалка. И завтра утром будем уже собираться в Ейску. А я хочу написать Деду Морозу весной. Уже начинать? Да. А не рановато, Лиса? Нет, мам, скоро уже Новый год. Давай напишем. Давай уже начнем после выходных, сынулечка. У нас будут очень интересные выходные, поэтому давай после выходных будем начинать. Хорошо? Почему? Потому что сейчас уже спать идти, сын. Ну, быстренько, там чуть-чуть. Дед Мороз, здрасте, подожди мне, что ты хочешь мне? Я? Да. Я хочу. Не знаешь? Мне. Тебе? Да. А ты что хочешь себе? Пластилин. Пластилин? Плайдо. Плайдо хочется? Угу. Давай подумаем. Да. Плайдо. Плайдо.